Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим соус айоли или как его еще называют алиоли. Это рецепт испанской кухни. Готовится он достаточно просто, получается очень вкусный, подходит к картофелю, к мясу или рыбе. На моем канале уже есть рецепты испанской кухни, например, такие как тортилья или гаспачо. Кому интересно, все ссылки я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Для приготовления нашего соуса нам понадобится чеснок. Я хочу поделиться с вами небольшим лайфхаком, как его легко очистить. Для этого кладу чеснок в микроволновую печь на 10 секунд. Затем достаю и с легкостью удаляю кожуру. Удаляется она, посмотрите, совсем легко. Также нам понадобится одно яйцо, оливковое масло и соль. Яйцо должно быть обязательно комнатной температуры. Теперь все предельно просто и быстро. Берем стакан или высокую емкость. Выбиваем в него одно яйцо. Кладем один или два зубчика чеснока. Я пока добавлю один. Одну чайную ложечку соли и добавляем оливковое масло. И с помощью погружного блендера все перебиваем. Устанавливаем блендер вот таким образом и на маленькой скорости начинаем перебивать. Постепенно вы будете видеть, как соус приобретает кремовую консистенцию. Время от времени можно немного его поворачивать. Соус Алиоли готов. Сейчас я вам покажу консистенцию, какая у вас должна получиться. Посмотрите, получается он довольно густой. Друзья, хотела вам еще подсказать, если майонез у вас обычно не получается, а этот соус готовится примерно по такому же принципу, то добавляйте масло постепенно, а не все сразу. Если вы хотите хранить соус достаточное количество времени, то добавьте в него, когда взбиваете немного сока лимона. Готовый соус перекладываем в удобную емкость, баночку, накрываем пищевой пленкой или крышкой и используем по назначению. Если уже кто-то готовил такой соус, то поделитесь в комментариях, понравился ли он вам. И хотели бы вы видеть другие рецепты испанской кухни на моем канале. Как я уже сказала, Алиоли прекрасно сочетается с картофелем, но также я, например, люблю его даже просто намазать на хлебушек и съесть так. Всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием и до новых встреч! С вами была Виктория!